Вот уж действительно, не каждый день увидишь такого невозмутимого человека. Спокойненько стричь газон, когда твой дом вот-вот затопит водой. Вот бы мне такие железные нервы. Вы себе представляете, как выглядит скелет кактуса? Да, оказывается, если высушить кактус, то от него останется вот такой симпатичный каркас из иголок. Как бы вы отреагировали, если бы вам предложили попробовать рыбу ярко-голубого цвета? Эта рыбина называется зубастый терпук, и мясо у него ярко-голубое. Говорят, что это вкусно, но пробовать я бы не рискнул. Привет, с вами канал Фактория. Когда люди говорят, что они боятся муравьев, в ответ хочется только рассмеяться. Чего там бояться? А потом натыкаешься на фотографию муравьишки под микроскопом и понимаешь, что бояться тут действительно есть чего. Трудно в это поверить, но это морская звезда. Ну да, такая вот звезда в форме квадрата. Вот вам лишь бы придраться. Закат — штука, безусловно, красивая, но что тут необычного? Уж его-то мы можем наблюдать буквально ежедневно. Но конкретно такой закат вы не увидите с большей долей вероятности никогда, поскольку это закат на Марсе. Эта фотография не какой-нибудь обман или умело выбранный ракурс. Это волны реально высотой 30 метров. В реальности на них можно посмотреть в Португалии каждую осень. После попадания молнии в дерево, бедное растение полностью лишилось коры. Если у вас тоже есть интересные фотографии, то вы можете прислать их по ссылкам в описании под видео. Тогда посмотрим и обсудим их все вместе. Да уж, такое тоже увидишь не каждый день, хотя от всей души желаю такого зрелища каждому. Именно так выглядит миллион долларов мелкими купюрами. Мы привыкли, что у нас в парках все кормят голубей, ну, в крайнем случае, белочек. А в азиатских странах привычных нам животных заменяют игуаны, которые также клянчат еду у прохожих. Вот так спускаешься в метро, а там отряд имперских штурмовиков под конвоем парочки джедаев. И непонятно, то ли вчера вечером слишком много кино пересмотрел, то ли в городе косплееров развелось как тараканов. Вы когда-нибудь видели, как елка цветет? А она, оказывается, это умеет. Так-так, дорогие ботаники, подождите кидаться тапками. Да, с точки зрения биологии, это не цветы, но подобрать более подходящее слово никто так и не смог. Всего лишь два дерева, но появляется столько вопросов. Как они там вообще растут? И кто додумался их там посадить? Перед вами всего лишь автомобильный мост, но заехать туда дано определенно не каждому. Уж очень он похож на трамплин в никуда. Всем знакомые игральные карты, сто раз их видели. А как вам такое? Довелось играть в карты с пятью мастями? Если да, пишите в комментариях, для каких игр они предназначены. Вы думаете, что работа газонокосильщика очень скучная? Ну, в общем, да, можно ездить весь день туда, сюда, по полю и ничего интересного. А можно прямо на газоне создать портрет любимого баскетболиста. Как говорится, творческую личность даже скучная работа не остановит. Как, по-вашему, выглядит граница между Россией и Америкой? Уже представили себе нечто подобное? Это все для скучных политиков. У природы свои границы. Вот так выглядит настоящая граница между Евразией и Северной Америкой. Она проходит по разлому тектонических плит. Ну, как горит свеча, все видели. Скокотища! Но вы вряд ли видели, как она горит в космосе. В условиях невесомости пламя становится синим и шарообразным. Эта фотография наглядно дает понять, насколько паутина плотная и крепкая штука. Через нее даже не просачивается вода, как сквозь водоустойчивые ткани. Все, в вопросе «Сфинкс – это человек или лев?» можно ставить точку. Вы вообще знали, что у сфинкса вообще-то есть хвост? Раз есть хвост, значит это лев. Что бы вы подумали, выйдя утром в сад и обнаружив на своих цветах непонятные клочки розового меха? Так мало того, этот мех еще и живым оказался. Вообще-то это гусеницы. Кстати, если увидите таких, то руками лучше не трогать. Охранники в торговом центре никак не могли понять, почему люди направляют телефоны на камеру видеонаблюдения и идут дальше. Но вообще-то людей можно понять. Не каждый день увидишь такое гнездо ласточек прямо на камере. Говорят, что дарить четное количество цветов нельзя. А теперь объясните мне, эту розу считать за одну или за две? Это, конечно, здорово, когда можно заказать в ресторане пасту со свежими морепродуктами. Плохо только, что морепродукты – это понятие растяжимое, и в тарелке могут оказаться незваные гости. Хотя тоже, разумеется, из моря. Ну, то, что это морковь красного цвета, не очень удивляет, но есть бы я ее все равно не решился. Видок у нее такой, будто она сама кого хочешь съест. Что получится, если сфотографировать тень машины, которая едет на большой скорости? Получится очень забавный эффект, позволяющий увидеть четкую тень и полностью размытый фон. Свободу привидениям! Прекратите запирать их в бутылках! И не надо тут рассказывать про то, что это лед растаял, что это случайно получилось! Не верю я в такие совпадения! Что еще за телячьи нежности от подсолнуха? Что он вообще себе позволяет? Куда жаловаться на цветочные домогательства? Друзья, подписывайтесь на мой новый канал Видеомикс. Там вас ждут смешные ситуации, пугающие истории и многое другое. Переходите по ссылке в описании под видео и оцените канал Видеомикс. Спасибо! Ну, а я продолжаю. Похоже, на эту кошку наступил лев, ну или тигр, судя по размеру лапы. Вот это, я понимаю, уникальная краса животного. Вообще, раскрашивая котов, природа врубает фантазию на полную катушку. Это же надо было раскрасить у котейки лапу строго пополам в два разных цвета. Да, так вот ты какой, кубический корень. А вот это вот то, что там в школе рассказывали, ну, бред какой-то с циферками. Всегда подозревал, что это просто так запутать хотят. Вот непонятно, то ли они так трогательно заботятся о природе, то ли это банальная лень. Но посудите сами, пропилить арку в дереве вместо того, чтобы просто убрать ствол. По-моему, это все-таки лень. Многие, как пример суперсовременного города, приводят Дубай. Но если у нас дороги не могут нормально почистить от сугробов, то у них от барханов. Фотография выглядит не то, как галлюцинация, не то, как плод чьей-то работы в фотошопе. Но это реальный дизайнерский проект. Хотели поплавать, да? Бассейн себе построили. Молодцы какие. Ну, вот вам наводнение. Теперь можно и поплавать. Как вам такой размер бабочки? Такую с очком поймать точно не получится. Тут ведро нужно. Интересно, что будет, если врезаться в радугу? Но она сама виновата. Видите, дорогу перебегает в неположенном месте. Эх, зима наступила, мороз, снег лежит. Но на самом деле лето продолжается. Просто оно спряталось под воду. Попросили положить бутылку пепси под холодную водичку, чтобы остыло. Нет, идея, конечно, хорошая, но реализация немного подкачала. Принесите этим господам две премии за гениальность. Похоже, им предстоит простоять в этом бассейне как минимум несколько часов. Может быть, награды их немного утешат. А вам доводилось видеть молнию так близко? Будьте готовы, что после такой встречи вы оглохнете на некоторое время. Вот только посмотрите на это. 1968 год. В качестве дополнительной опции можно было установить в салон кофеварку. А сейчас что? Максимум подстаканники с подогревом. Именно так выглядят магазинчики с напитками в Непале. Как видите, холодильники у них успешно заменяет ледник. Когда мы представляем себе атом, то в голове появляется примерно такая картинка. Ну, вообще-то ученые еще сами толком не определились, что же такое атом и как он устроен. Видите эту крошечную точку? Ну вот, так на самом деле выглядит атом. Среди моржей тоже бывают альбиносы. Выглядят они, мягко говоря, странно, но увидеть такое вживую шансов у вас практически нет. Вряд ли вам когда-нибудь доведется увидеть ураган, бушующий на северном полюсе Сатурна. Но это еще полбеды. Вряд ли вам когда-нибудь доведется увидеть ураган в форме шестигранника. Этому оливковому дереву больше двух тысяч лет, и местные жители называют его мыслитель. Так и представляю, какие мысли у него в голове, глядя на поступки человечества за последние пару тысячелетий. Вы вообще видели когда-нибудь Элвиса Пресли блондином? А между прочим, это его натуральный цвет волос. Это позднее он их перекрасил для создания более яркого образа. Интересно, каково это жить на краю бездны? А этот карьер вполне можно назвать бездной, хотя там всего лишь добывают алмазы. Вот говорят, что на ромашке можно гадать. Ну там любит, не любит. А теперь вопрос, сколько времени уйдет на то, чтобы погадать на такой вот ромашке? Два часа выяснять, кто там кого любит, не настолько уж важный вопрос. Если поставить белую розу в воду с каким-нибудь пищевым красителем, то вы сможете увидеть, как он распространяется по всем сосудам, постепенно окрашивая цветок. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои удивительные фото. Все ссылки в описании под видео. До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok